Привет! Мы с вами находимся недалеко от станции метро Белорусская в Пресненском районе. И здесь от Среднего Кишинского переулка до улицы Грузинский вал проходит электрический переулок с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина переулка составляет 250 метров. До 1922 года назывался он Соколовский переулок, ну по фамилии Дома Владелица 19 века, которая здесь проживала, калежской асессорше Соколову. В 1922-1925 годах по три года некоторый период назывался Персановский переулок, но очевидно тоже по фамилии одного из местных домовладельцев дореволюционных Персанова. Ну и в 1925 году получил переулок нынешнее название по электросиловой установке завода КИЗ-прибор, который находился неподалеку. Сейчас такое название в большей степени историческое, хотя, возможно, и не совсем. Ну и здесь находятся всего три жилых дома. Ну, один особый интерес не представляет. Это четырехэтажный дом подором 6, построенный в 356 году. А вот два дома представляют интереса. Это пятиэтажный дом подором 8 в строении 4, начало 20 века. Ну, с некоторой последующей перестройкой наверху находятся двухуровневые квартиры, ну и второй уровень массажный с балкончиком. Ну и четырехэтажный дом подором 12 в конце 19 века. Был отремонтирован капитально в 1970-х годах. Но все равно, даже несмотря на ремонт этих двух старых домов, они все равно представляют определенный интерес. Основа все-таки сохранилась еще дореволюционная. Ну и самым главным объектом здесь являются они. Это не жилые объекты. И это фазотрон, не радиостроение. По номерам 1 здания с несколькими корпусами. Занимается этот научно-свестерский институт радиостроения, разработкой и производством радаров и радиовокационных систем управления, вооружением самолетов, вертолетов, ракетно-пушек, наземных и корабельных комплексов ПБО, а также средств отображения информации о состоянии систем космического корабля и космонавтов, а также метеорадаров. Ну и вот здесь корпуса построены были еще в начале 20 века. Здесь были бани Сергея Прусакова. Ну, хотят тут все снести и построить жилой комплекс, а завод вывезти в Подмосковье. Ну и рядом находится еще один примечательный объект. Это бизнес-центр на электрическом с научно-свестерским институтом сертификации. Здание Патрон-3. Это бывший Херсановский дом, но в честь которого Херсанов тоже одно время этот переулк назывался. Это был Херсановский дом для вдов и сиров в конце 19 века. Такой огромный богадельный дом. Была богадельная здесь. С отделкой в русском стиле построен был по проекту архиектора Арсеньева. Ей построил купец Иван Херсанов, который жил здесь неподалеку, а рядом построил богадельный. В 1881 году он умер, а дом достроили уже жена и дочь Херсанова. Пока часть строительства они подарили дом Московскому комитету братолюбивого общества в снабжении неимущих квартирами. И вскоре там был открыт дом для вдов и сирот, названный в честь основателя Херсановского. Часть помещения была отдана под первую в Москве школу для слепых детей. Здание было трехэтажным, но потом его настроили еще на два этажа. А теперь оно пятиэтажное. Ну и теперь там уже с советских времен находится научно-свестерский суд сертификации. Рядом находится еще одно офисное здание, по-другому три корпуса два. Здание было перестроено из бань Сергея Просакова, которые вот неподалеку находились. То есть здание бань совершенно не перестроена, настроена одна кухня первого-второго этажа корпуса, до сих пор узнаваема. Ну и еще в период также находится менее незначимого объекта. Это офисное здание четырехэтажное, по-другому 8. Наушно-негазарственное образовательное учреждение Интуит, здание по-другому 8, в стороне 3, трехэтажное здание. Еще офисное здание шестиэтажное, по-другому 8, в стороне 5. И дирекция социальной сферы РЖД, Российский железнодорог, двухэтажное старое здание, кстати, по-другому 10А. Также в период идет строительство гостиниц с апартаментами, по-другому 10, в стороне 1, на месте бывшего особняка, старого архитектора Сергея Соколова, который был снесен в 2014 году. Вот такой переулочек небольшой, но довольно интересный. Здесь, я думаю, стоит побывать. Когда будете в районе метро Белорусский, Белорусского вокзала, и оттуда легко дойти сюда пешком через улицу Грузинский вал, который как раз примыкает к станции метро. Только выйти надо на метро Белорусская Кольцевая, не радиальная, не зеленый, а кольцевой. И сразу попадем на улицу Грузинский вал и к этому переулку. Общество транспорт по переулку не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!